Как сообщает Центр управления регионом Кузбасс, официальные аккаунты в соцсетях сегодня есть у всех министерств и управлений. В феврале 2023 года большинство таких аккаунтов соответствовали основным рекомендациям по введению соцсетей. Необходимо обратить внимание на такие критерии, как адаптация федерального и регионального контента под интересы пользователей групп, муниципалитета, либо ведомства. Публиковать развлекательный контент хотя бы раз в неделю. Для этого рекомендуется использовать дополнительные возможности соцсетей, это опросы, либо тесты. Использовать в группах оформление в едином стиле, публиковать качественные фото, видео, размещать ролики до двух минут, давать больше новостей о работе муниципалитета, министерства. Писать короткие тексты простыми словами, 3-4 абзаца. Обращаться к аудитории, задавать вовлекающие вопросы. Но если у министерства аккаунты имеются, то у министров они имеются не у всех. При этом на страницах некоторых руководителей ведомств отсутствует возможность комментирования. В связи с этим губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поручил руководителей министерства ведомств стать более открытыми в соцсетях. В частности, завести официальные аккаунты, чтобы иметь обратную связь с жителями. Работа министра в аккаунтах. На самом деле, это вопрос архиважный. Это результат работы министерства. Это отношение населения к министерству и к министру конкретно. Поэтому, еще раз говорю, всем министрам, без исключения, работать в аккаунтах, общаться с людьми, находить время. Вас тогда все слушать будут лучше. От авторитета все зависит. От вашего личного авторитета зависят вообще изменения в сегменте экономики, за который вы отвечаете в Кузбассе. Губернатор также поручил министрам открыть в соцсетях опцию, позволяющую подписчикам отправлять им личные сообщения. Такая возможность, по словам Сергея Цивилева, позволит жителям сообщать о проблемах без публичного освещения. Уточняется, что аккаунты должны быть созданы ВКонтакте, в Одноклассниках и Телеграме.